Перед тем, как выпустили в свободный мир, мне еще целый ролик интро показали, который я скипнуть не смог. Да ты что? Rockstar Games, ну что с вами не так, а? Раз у нас есть такой повод, можно, в принципе, не знаю, проходить сюжетное задание. По-моему, если ты находишься в отряде, да, можно исключительно с другом проходить всю сюжетную кампанию без левых игроков. То есть заодно это тебе и деньги будут, ты подкачаешься заодно и все. Либо если у тебя есть какие-то предложения, я тебя внимательно слушаю. У меня вообще никаких предложений нет, Коля. Я же говорю, я в эту игрушку играл всего час. Преждевременно. А вот у тебя на винтовке синяя изолента, да? Да, да, да. Она тогда уже была, да? Коллиматор сейчас поставить можно. Вообще это не изолента. Так как я понял, когда модифицировал оружие, это называлось, это, как его, оберточка, ой, оберточная ткань. Вот. За что ты, сволочь? Нет, ты видел? Она просто с копыт дала в голову. Я это успел застать. А лошадь, походу, хейтер. Лошадь, лошадь, ты что, хейтер? Или это не моя лошадь вообще? Кислорода, кислорода. А где твоя лошадь? Походу лошадь хейтер, так. А, подожди. А, это сельская... Компания, что это такое? Ну что, я... Я отвоевал, что-то, собственно. Подожди, может быть, там моя лошадь просто. Глядь, а что же лошадь угнал? Подожди. Это твоя лошадь. Она называется старая клятень. По-моему, это твоя вот эта, которая с красным и темстедлом с Кракеном. Да, да, да. Вот это твоя, по-моему, нет? Да, хер ли она меня лупит тогда. Есть. Все. Отлично. Вот, все, я вижу теперь твоя лошадь. Можно не спеша, я полагаю, ехать, потому что у меня сотрясение после лошади. Это моя лошадь. Бум! Так, я понеру, это не моя лошадь. Это моя лошадь. Бум! Так, а где же моя лошадь? А в этой игре в тебя может попасть молнией? Ну, по приколу. Ну, в одиночный попадала. О, фак. В онлайн нет. А, все нормально. Окей, погнали. Есть. А, кстати, смотри. Ты же знаешь, да, что пистолет можно красиво в кобуру убирать? Обычный персонаж убирает ее вот так, да? А можно убирать ее? Вот так. Это как? Дважды тап на ЗМС. Ну, окей, хорошо, хорошо. Ну, вот, все. Напомним себе, что мы все-таки ковбои. Ну, ладно. Вы все арестованы, твари и суки подонки. За изнасилование крупного рогатого скота. Стреляй! Я возьму левый фланг и возьми правый фланг. Окей. То есть тебя убьют на правом фланге, грубо говоря. Окей. Сек, они все на меня стянулись, Антон. Ну, да. Правый фланг я очень хридово держал. Погоди, у тебя два пистолета. Почему не тебя убивают? Ты же уровнем повыше, чем я. Ну, они... Нет, они меня не так сильно убивают, Антон. Тогда... Они меня убивают немного медленнее, чем тебя. Потому что у меня стату прокачан. Да, кстати, здесь без модификации можно бухать и курить. Отлично! Надо... Кстати, да, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Так, где там? По-моему, где-то у меня тут есть. А. А, вот. У меня где-то что-то было, я что-то находил. Да, да. На таб, предметы и в списке еды там. Так, у меня еще. Печенье, вот бобы. Печенье. Какие взрослые, опасные ребята. Идет печенье. Отметил, так сказать, печенье, да? Я тут и выпил уже, и закурил, блядь. Тебе надо срочно избавляться от этой клячи. Вот серьезно. На заднем плане послышался гудок паровоза. Поезд едет. Антон, поезд едет. Да, а что он мне сделает? А, твоя лошадь не на путях? Нет. Вот ты сказал, тебе нужно избавляться от этой клячи. Кляча такая тоже. Вся жизнь перед глазами принеслась. Такая, ну блин. Коллекционер? Коллекционер. Пять, пять профессий. Да, хорошо. Ну, сам там посмотри, типа, я не знаю, я, видишь, как, мне в этой игре нравится вот исследование мира, да? Ну, я люблю скакать. Просто вот я скачу, скачу и туда-сюда вот. Ага. Типа, поэтому я выбрал коллекционера. Профессии нудиста. Профессии нудиста, к сожалению, нету, а может, к счастью. А, по-моему, в RDR 2, в этом, в сюжете было такое, что когда Киран Даффи просит тебя с ним порыбачить, и вы рыбачите, по реке плывет голые морщи. Охотник за головами, это для тех, кому нужен экшон. А как только ты купишь себе тюремную повозку, ты сможешь охотиться более чем на трех человек. Грязные животные, полизайте в повозку. Ну, серьезно, можно купить вот этот фургон, да, и пичкать его, пичкать просто. Фургон с цирком. Чисто да. Либо, ребята, каторга, либо учитесь новым трюкам, будем выступать. Это появилось первое жоглирование там агавкам, да? Да, 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 все это дело. О, по-испански, помогите, кто-нибудь, я в ловушке. Отлично, ты говоришь по-испански, поэтому нормально. Это не я говорю по-испански. А, чел попал. Момент. Что ты сделал? Я хотел выстрелить по веревке, я попал по веревке? А, Антон, эту веревку надо было, по-моему... Нет, ты не попал, по веревке он умер. Как он умер, я ему в ногу попал. Ой, вот это мое. Он притворяется, пни его, Колян, пни его, он притворяется, я думаю. Может, он притворяется? Я думаю, он притворяется, сейчас. Он не среагировал на выстрел, он точно мертв. Я, кроме шуток, я не специально, я стрелял ему по веревке, я видел там видео, там, стрелять по веревке человеку и... Ну что тут, что с ним теперь делать? Вот так вот, вот так, фу на тебя, блин. Вообще ужас, как-то, как-то, так вышло грустно, на самом деле. Давай так, Антон, в следующий раз, человека спасай, я. Ладно, окей. Это вышло случайно, чат, если что, если вы слушаете, нечем там в книжечку записывать, что я там скотина, там, убийца. Это вышло случайно. Случайно вышло, совсем случайно. Случайно, все, случайно, ладно, едем дальше. Так и запишем, Антон Батькович, скотина-убийца, плюсик Армен. Ой, котей, котей. Мы все начинали с промахов, ну просто не у всех такие промахи были, как у меня, но промахи были, будем честными. Да, да ладно, ничего, Антон привыкнет, руку поднабьет, все нормально будет. Так, что-то там, бусты. Окей. А вот это можно вот так сделать, Калян. Вау, вау, слушай, а я этого не знал. Я вообще не знал, я не знал, что трупы можно обыскивать. Слушай, Антон, ты такой полезный тиммейт. Тфу на тебя. Так, подожди, нам надо... Давай издевайся. Еще один, еще один, еще один по курсу. Я вижу. А, все кончилось. Ну, вручную его добивай. И вы так же красиво, красиво пистолет убери. О, найс. Но ты его не добил, Антон. Найс, ты его не добил. Как снять шляпу? По-моему, никак. Хочешь, я тебя не собью? Не-не-не, не, все. Да, стоп вам. Че-то сто... Ты какая тут... Равин стоишь такой, у стены плачет. И где она? Вот она. Ля какая, слушай. Мы любим друг друга. Оставьте нас. Я дам вам все, что есть, но немного. Помогите нам бежать отсюда. Прошу вас. Я не вернусь. Клифф, ты дал слово. А я думал, тут ее бандиты куканили. Оказывается, это не бандиты были. Да, это не бандиты были. Это просто была московая охрана. И мы перемочили просто хороших ребят, которые за деньги решили защищать ее, да? Да, да. Так это мы, получается, бандиты? Получается, что так, но мы же исправляемся. Все, надеюсь, или мы сейчас с кем-то, с главбоссом там драться будем, я не знаю. Нет, по-моему, все. По-моему, все, можешь выдохнуть. Я их сам хочу застрелить, честно, если. Ну, давай, ладно, в следующий раз тогда не будем смотреть на всякие там предрассудки. И просто отдадим молодуху ее мужу законному. Да, свяжем ее по самой небалу. Потому что он богатый. А ты бедный. Ну, это Ромео и Джульетта какая-то, блин, Санта-Барбара. Или меня, или нас обоих. Мы уедем в жаркую страну. В Австралии. Ирмур и Манхалеры. А еще романтично благодарить своих спасителей на ближайшем сеновале. Неблагодарная ты мразь. Действительно.